Кто разгонит тучу над Ясной Поляной? Череда судебных разбирательств и хождения по инстанциям сделала обманутых дольщиков Ясной Поляной одной семьей. Они, обращаясь друг к другу по именам, поддерживают и успокаивают товарищей по несчастью. 29 ноября планируется очередной митинг у здания законодательного собрания. В этот же день, ровно год назад, дольщики объявили о начале голодовки. Однако это привлекло внимание лишь средства массовой информации. Теперь митинги дольщики проводят уже скорее от безысходности, но все же надеются, что будут услышаны. Застройка микрорайона Ясная Поляна началась еще в 2007 году компанией Рокос, как тогда говорилось, дочерней компании корпорации Агротраст. До 2011 года введены в эксплуатацию 14 домов. Недостроенными на данный момент стоят еще три здания. При этом и в готовых домах обнаружены существенные недостатки. И в подъездах, и в квартирах уже требуется ремонт, штукатурка ссыпается с потолков, а в подъездах еще не сданных домов уже потрескались стены. Ручки на некоторых дверях отломаны, на окнах налить. На обещанные жилплощади под ключ это даже издалека не похоже. Хотя многие дольщики уже согласны и на голые стены, опасаясь банкротства компании. Здесь, согласно договоров изначально, когда заключались договоры с компанией Рокос, абсолютно все дома шли с полной отделкой. То есть здесь должны быть обои, побелка, линолеум, сантехника полностью, все двери стоять, газовый котел, радиатор, отопление. То есть полностью квартира, подготовленная к проживанию. Во время начала работ застройщиком района выступал Юрий Шишубаев, депутат ЗАГС Собрания. Но генеральный директор Рокоса Сергей Плотников сообщил в прессе, что президент корпорации Агротраст Юрий Шишубаев не связан с Рокосом. Однако на сайте фирмы опубликована недвусмысленная статья. 20 мая 2009 года на строительной площадке жилого массива Ясная Поляна прошла встреча участников долевого строительства микрорайона с президентом корпорации Агротраст Юрием Шишубаевым. Отвечая на многочисленные вопросы собравшихся, Шишубаев сообщил, что хотя на темпах строительства значительно сказался недостаточный объем инвестиций, компания намерена полностью выполнить свои обязательства перед дольщиками. Дольщики ждали помощи сначала от бывшего главы области Леонида Полежаева, рекламировавшего застройку. Однако дело с места не сдвинулось. Пытались привлечь внимание и нового губернатора. Виктор Назаров перенаправил обращение дольщиков в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса. В данный момент аппарат правительства ситуацию комментировать не берется. Пока не проведено ни одной процедуры. Мною лично было на совещании в Министерстве строительства озвучено, что эту стройку надо взять под контроль и разобраться, насколько она легальная стройка, и не получится ли опять очередной раз обмануть там людей. Ну, пока движения мы не видим. В апреле, по словам компании «Рокос», она направила на достройку трех домов кредитные средства. В доме номер 10 сейчас проходят работы по устройству кровли. В девятом ведется кирпичная кладка. Но, по словам дольщиков, с лета мало что изменилось. Дом действительно выглядит, как будто его начали строить совсем недавно. Я дольщик с девятого дома. Наш дом стоит на уровне двух этажей. Ничего четвертый год там уже не строится. Здесь хотя бы вешают котлы. Уже какая-то надежда есть. Платим ипотеку, которую взяли на 30 лет. По решению суда, компания должна была сдать два дома к сентябрю нынешнего года. Но генеральный директор «Рокоса» сразу сообщил, что это нереально и судебное решение придется нарушить. В этот раз господин Плотников давать комментарий отказался. За время возведения многоэтажек, Минстроя, Миномущества и Министерство государственного правового развития рассмотрели пять вариантов участия государства в достройке этих проблемных домов. Однако они оказались неприемлемы для застройщика, поэтому единственный вариант достройки этих многоэтажек – это средство «Рокоса». Особенностью домов в Ясной Поляне является наличие обязательно парового котла, подающего газ, без которого отопление и работа канализации будет невозможной. В доме номер 16 такие котлы все-таки начали устанавливать, дав надежду на то, что их когда-нибудь сдадут. С 2010 года начались судебные разбирательства о несостоятельности компании. Судом было утверждено решение о введении процедуры оздоровления на предприятии сроком на один год. Но, судя по до сих пор недостроенным домам, финансовое состояние компании не улучшилось. Нетрудно догадаться, что в случае признания «Рокоса» несостоятельным дольщики потеряют и вложенные деньги, и купленные квартиры в микрорайоне. Люди вложили по миллиону, по полтора, по два миллиона. И останутся и без денег, и без квартир, а некоторые еще и с ипотекой. Юрий Шаров, Ксения Галяцкая, Игорь Хухрянский. Новости деловой среды.